Так, ребят, всем здорова. Сегодня у нас, короче, обзор на северного оленя. Ладно, нет, на самом деле не на северного оленя, а северный олень будет мне сегодня помогать. Сегодня у нас обзор на вот эту штуку. Слайдер Zipon Micro 2 Plus. И сегодня он участвует у меня в съемках вот этих вот замечательных ребят. Его, его, ее, кажется, это она. И про этого парня. Намечается сегодня оленя съемка. Сейчас ищем полянку, где они припаркованы. И буду снимать у меня с собой слайдер Zipon Micro 2. Я им еще не пользовался, он только вчера пришел. Сегодня хочу его распаковать и посмотреть вообще, насколько он плавный, поездить, всякие проезды с оленями поделать. Так, пацаны, сегодня я хотел рассказать вам про слайдер. Это Zipon Micro 2 Plus. Вот он он. Слайдер мне прислал на обзор магазин Kremlin Store. В этом магазине много всякого разного добра, но это не обзор, это чисто мое мнение, которое сложилось за пару дней использования этого слайдера. Я знаю, что этого слишком мало для того, чтобы объективно что-то рассказать. Но первое мнение, первое впечатление у меня уже сложилось. Я хочу на скорую руку им поделиться, потому что неизвестно, когда я выпущу следующий видос. Поэтому сегодня вот вкратце расскажу про него. Выглядит он вот таким образом. На самом деле даже не писал плана никакого вообще. Я только вчера снимал оленей на этот слайдер. Вернее, при помощи этого слайдера снимал оленей на GH5. Вот он, кстати, стоит. Как думаешь, на что я сейчас снимаю? Как тебе картинка? Расскажи лучше, хуже, чем предыдущие видео. Короче, слайдер Zipon Micro 2 Plus. Вот он он. Это вторая версия слайдера Zipon Micro 2 без Plus. У них какие-то проблемы с наименованием своего товара, потому что первой версии на сайте я так и не нашел. И вообще нигде не в обзорах, нигде первой версии не встречал. Вот они сразу же решили начать со второй. И поэтому назвали свой слайдер Zipon Micro 2 Plus. Крутая вещица. Начну сперва с того, чем отличается от первой версии. Я вычитал в интернете, поэтому думаю, что справедливо будет сейчас начать именно с этого. Итак, чем отличается вторая версия от первой версии слайдера? Плюс и без плюс. Первое и самое явное отличие этого слайдера в том, что у него появилась вот такая вот подставка, которая сейчас как литая конструкция, она идет сразу же в комплекте. В отличие от первой версии. В первой версии такая продавалась отдельно. Называлась она подставка Easy Lock. Сейчас же эта подставка идет в комплекте. И самое крутое отличие этой подставки в том, что она максимально низко расположена к земле. И таким образом она не шатается. Предыдущая версия была немного выше. Была не такая устойчивая, не такая конструктивно продуманная. Сейчас здесь вот такие вот резиновые пимпочки. И очень удобно, она быстренько вот так хоп упирается. И все, ты можешь его сунуть в чехол, в рюкзак и погнать снимать. Второе отличие то, что добавили страховочную защелку для батареи. Я не знаю, первую версию я не юзал, не знаю действительно ли там были какие-то проблемы с батареей. Какого-то батарейка постоянно вывалилась отсюда. Теперь они добавили вот такую защелку. Работает очень просто. Вот так батарейка вставляется. Все, батарейка у тебя не выпадает. Все очень круто, очень удобно. Не знаю, что было, какие проблемы были с первой версией. Говорят, что батарейка просто вывалилась. Короче, на вот такой большой батарейке я вчера отработал 4 или 5 часов, снимал оленей. И она причем была у меня не полностью заряжена. Еще заряда осталось дофига и больше. Производитель заверяет, что на слайдере можно гонять 14 часов на вот такой большой батарейке. И несколько меньше, соответственно, на маленькой батарейке. Батарейка в комплекте не идет. Сразу же говорю, в комплекте у нас идет сам слайдер, мотор, вот эта площадка, чехол. Ненужная инструкция, написанная на непонятных языках. Кабель USB Type-C, запасной ремешок, также идет в комплекте к слайдеру. Но сейчас расскажу, для чего он немного позже. Следующее отличие слайдера в том, что были какие-то проблемы с разблокировкой слайдера в первой версии. Здесь были на вот этой площадке какие-то непонятные кнопки. Для того, чтобы слайдером начать пользоваться, нужно было начинать их нажимать. Потом только после этого слайдер работал. Сейчас слайдер работает сразу же из коробки. Достаешь, включаешь, погнал. Буквально пришел домой, сразу доставил от коробки. Вот так поставил, поставил сюда камеру, нажал рэк, все запустил, все поехало плавно, очень гладко. Смузи, все. Добавили вот такую вот защелку. Вот она здесь вот на пимпочке. Это для того, чтобы камера у тебя не выскочила случайно из слайдера. Когда ты будешь вести ее в механическом режиме, не в автоматическом, без мотора. Следующее отличие в том, что слайдер поставляется с мотором. В смысле, предыдущая версия тоже поставлялась с мотором. Но теперь ты можешь купить слайдер без мотора. Для чего это нужно? Я считаю, что для того, чтобы вообще понять, нужен тебе слайдер или нет. Купаешь сперва сам слайдер, что-то юзаешь на нем, катаешь камеру, гоняешь, туда сюда снимаешь всякие свои классные смузи-кадры. И только после этого, когда ты уже понял, что тебе хочется иметь такой слайдер, тебе он необходим, ты понял, какие кадры тебе нужно на него снимать, ты докупаешь себе отдельно батарейный блок, который подходит сюда как нельзя кстати. Все очень просто. Здесь вот такие добавили барашки, рычажочки. Они откручиваются, батарейный блок изымается, вставляется ремень. Все, погнал дальше снимать. Сейчас я снял, поставлю на землю и сделаю проводку небольшую нашего дружбана. Все очень просто. И непринужденно. Для этого нужно подползти, когда тише. Вообще, в принципе, для чего нужны слайдеры? Хочется немного рассказать, зачем слайдер. Вдруг кто-то из вас не знает, здесь же собрались только одни монтажеры. Я надеюсь, вы не снимаете и съемкой не увлекаетесь, только берете чужой материал и монтируете, как я. Раньше это делалось, сейчас, конечно же, снимаю. Так вот, слайдеры нужны для того, чтобы получить идеально гладкую картинку по горизонтали, по вертикали, по диагонали, как хочешь. Я называю это смузи-кадры. Короче, слайдер нужен для вот этих плавных проездов, наездов, отъездов. Я, честно сказать, раньше никогда слайдером не пользовался. У меня был какой-то старый китайский слайдер, там, за полторы с половиной тысячи рублей. Но у меня, механически, естественно, у меня ничего не получалось на него снимать. Поэтому смотрел, как всякие Дэниел и Шиферы у себя в комнате снимают супер гладкие проезды при помощи слайдера. И вот Кремлин подогнал, наконец-таки. У меня ощущение, что я оставлю этот слайдер себе, потому что мне очень понравилось. Все круто, все действительно очень плавно. Наконец-то я один мухомор нашел. О, надо теперь его засушить. Немного по техническим характеристикам. Грузоподъемность слайдера, как уверяет производитель, до 8,5 килограмм в горизонтальном положении. 8,5 килограмм сюда можно просто ред поставить с какой-нибудь тяжеленной линзой. И 4,5 килограмма по вертикали. То есть он может поднимать 4,5 килограмма снизу вверх и опускать их также. Смертельный номер. Сейчас ставим на слайдер. Тяжеленный объектив. Это 100-400 Sony. Какой-то G-Master невероятный, дорогущий. И Sony A7 III. Все это вместе весит как раз килограмм, может быть, 4,5, точно 5. И сейчас буду снимать очень далеко. Там есть олень, к которому подходить нежелательно. У него гигантские рога и все такое. В общем, сейчас посмотрим, как работает слайдер с другим весом. В горизонтальном параномировании. Посмотрим, как он вывозит. Не чувствую при этом никакой нагрузки. Я снимал на Panasonic GH5 в клетке с вот этим тяжеленным объективом 10-25. Снимал как горизонтально, так и вертикально. Никаких проблем не испытал. Все очень так же плавно. Картинка не дергается. Совершенно спокойно спускается. Я даже хочу поменять скорость. Скорость меняется одинарным нажатием. Здесь три скорости. Дальше. Немного про интуитивное управление, о котором Zipon побеспокоился. Давай я вставлю батарейку, чтобы на примере сразу же показать. Это севшая. Вот это вроде как целое. Как только ты вставил батарейку, у тебя получается вот здесь кнопка Power. Все очень интуитивно, понятно и просто. Долгим нажатием включается. Три скорости. Немного об этом хочется рассказать поподробнее. Сперва на самом деле непонятно, с какой скоростью должно у тебя делаться параномирование кадра. Здесь очень медленное, медленное и чуть-чуть быстрое. На самом деле все, что снимал я изначально вдомался, можно делать на самой первой скорости. Все понятно. Предметная съемка, все очень плавно двигается. Я думаю, что первая скорость для этого. Дальше, когда я пошел снимать животных, там каких-то пейзажей, я снимался, продолжил снимать на первой скорости. И это не очень круто, потому что непонятно двигается у тебя кадр или у тебя не двигается он. То есть это слишком медленное параномирование. Я считаю, что пейзажи и все, что ты снимаешь, какие-то большие объекты на улице, для такой съемки специфичной, в которой я оказался вчера, я думаю, что нужно делать вторую скорость. А вообще лучше пользоваться приложением, потому что очень круто регулировать скорость своим вот этим колбасным большим пальцем. То есть ты давишь сильнее, скорость у тебя быстрее, давишь чуть медленнее, скорость уменьшается. Соответственно, ты можешь пальцем прямо в реал тайме регулировать скорость слайдера. Супер удобно, очень понравилось. Здесь приложение, то есть вы за эти деньги покупаете не только слайдер, но еще и приложение на ваш телефон. Вот оно, на котором регулируется вся фигня. Можно и точки добавить, и скорость поменять. Это реально удобно, пацаны. Немного про характеристики слайдера. Запас входа, сам слайдер получается у нас 30 сантиметров. Да, 30 сантиметров у него рабочая поверхность, ну типа от батарейного блока до конца. Да, ровно 30 сантиметров, вот столько. Но запас входа при этом у него практически в два раза больше. То есть от точки А в точку Б, от самого края до последнего края, он может отъезжать на 55 сантиметров. Или на 50. Короче, чуть больше, ну почти полметра, прикинь. Прикинь, полметра слайдер ты с собой, считай, в рюкзаке таскаешь. Естественно, при использовании на штативе слайдер, так как он крепится, только лишь посередине в одной точке. У него нет креплений здесь и здесь. Но я думаю, что Zippon настолько прогрессивный, что они доработают эту тему. Сейчас пока что этот вопрос решается дополнительно какой-то колхозной треногой. Но выглядит все это так себе. Можно использовать, вполне можно использовать на выездных съемках серединное крепление. Естественно, если ты выползешь на все 50 сантиметров в одну из сторон, вправо или влево, у тебя он перевесит, скорее всего. У меня так один раз было, но ничего страшного не произошло, потому что ты же здесь типа контролируешь его. Дальше здесь также есть зарядка через Powerbank. Вот она, через Type-C интерфейс. Сюда можно подрубить банку, если ты забыл батарейку, и гонять от банки. Ну или на краняк, если ты вообще все забыл, как я уже сказал, ты отстегиваешь батарейный блок, и у тебя слайдер в механическом режиме становится. А какую часть можно есть? Ножку? Его полностью надо есть. Какой я использовал голову сюда для слайдера? У меня вот был такой GorillaPod, но он сейчас есть. На самом деле удобно использовать конкретно вот такую голову, подобную голову, то есть которая у тебя будет по-разному вращаться и менять угол полностью на вертикальный. Такая голова удобнее, чем обычная штативная голова, только лишь потому, что ты можешь слайдер, не меняя его угол, поменять угол камеры на нем. То есть получается, если ты решил сделать из горизонтального проезда вертикальный, ты просто штативную голову наклоняешь, меняешь угол на самой вот этой голове Джоби, и у тебя уже камера стоит, ну то есть она у тебя была в таком положении, да, ты поставил, хренак поднял, и у тебя она уже в горизонтальном положении. Поэтому я считаю такую голову использовать удобнее, плюсом она меньше, в рюкзак ее кинул и забыл. Некоторые ставят голову прямо от штатива, вот у меня, например, штативная голова от 750, кажется, Манфрота. Ее тоже можно присобачить, в принципе, никаких проблем, но как по мне, так это слишком большая конструкция получается, гигантская. Лучше попробовать вот такую голову. Сейчас что подумал, ты представляешь, просто обзор слайдера с оленями северными. Немного о впечатлениях, которые в целом я получил от слайдера. Очень крутая вещь, я думаю, что я оставлю ее наверняка себе, потому что на нем можно получать действительно очень интересные, красивые кадры. И ты уже думаешь не просто о композиции, а думаешь о движении в кадре. Движение в кадре всегда дает такого профессионального лука, киношности, как некоторые любят говорить. Кадр у тебя уже не статичный, причем что сам слайдер компактный, много места не занимает. В рюкзак его кинул, пошел, поснимал, хочешь с пола поснимал, хочешь со стола. Очень крутая вещь, можно снимать, можно делать какие-то кадры. Я думаю, что каждому оператору нужно себе иметь такую вещь в запасе. Единственное, конечно, вещь не дешевая. Я бы даже сказал, вот так вот спонтанно себе купить, там 30-ки вывалить, но это дорого. Не так дешево, как могло бы быть. Есть аналогичные слайдеры механические, которые стоят дешевле. Насколько я знаю, в сегменте моторизированных слайдеров это самая демократичная цена. 30 тысяч, это в районе 400 долларов сейчас. Также я думаю, что тебе очень понравится снимать с таким слайдером таймлапсы, если ты увлекаешься фотографией, все через приложение интуитивно настраивается, ставишь себе точки, камера у тебя плавно движется. Представляешь, какое звездное небо можно снять с пользы вот этого слайдера или вообще в принципе любые таймлапсы, добавляешь вот это дыхание в свое видео, в таймлапсы, движения. Если ты живешь по соседству, у меня возьми, попробуй его, прокат. Кстати, о чем я хотел сказать, пожалуйста, перейди по ссылке в описании в Epidemic Sound. Там музыка 30 дней бесплатно. Только ради тебя я добавил туда ссылку, чтобы ты, дружище, мог пользоваться музыкой, чтобы тебя не забанили. Больше 30 тысяч исполнителей на сайте. Абсолютно любые жанры, от джаза до трэпа, от хип-хопа до металла, от рока до блюза. Любое музыкальное направление найдешь на этом сайте. Все без авторских прав. Royalty Free уже заплачено. Ни за что не переживай. Короче, пацаны, больше снимайте, больше монтируйте. Такой сегодня полудесной выпуск. Надеюсь, вам зашло. Что-то узнали для себя новенькое, новехонькое. А я пойду мухоморов пособираю, засушу. На все, пока. Увидимся в следующем выпуске.